Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска. Бензин, автомат. На этом автомобиле мы заменим пыльники рулевой рейки. С одной стороны он порван, а ну и менять так уж сразу пару, поэтому меняем с двух сторон. Пыльники будем использовать оригинальные. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем колеса, откручиваем наконечники и добираемся до пыльников. Поднимаем! Вот наш пыльник на рулевой тяге. Сейчас мы чистим здесь немножко резьбу. Вот эту контрагайку мы расконтрагаем. Наконечник рулевой мы снимать не будем. Тягу рулевую выкручиваем из наконечника. Посчитаем сколько здесь витков у нас останется. Откручиваем гайку и снимаем пыльник. 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 посчитал 9 у нас витков гаечка у нас здесь на 19 до на 19 и на наконечники тоже на 19 как на как будто на гровере снимаем вот этот хомут и выкручиваем ключик наверно на 14 да ключик на 14 выкручиваем тягу рулевую пыльник у нас оторван полностью с рейки рулевой что с ним произошло не знаю чем-то зацепили его потому что так разлохматить его даже если смазка бы текла он капроновый ну а там уже видно сыра видать абразив уже начал делать свое дело я имею ввиду песочный абразив все наконечник у нас целый тяга у нас целая выкручиваем вот эту гайку для этого сейчас здесь она закисла сейчас побрызгаю вот пошла нормально подоткнем здесь отвертку под пыльник и брызнем туда вы дышки просто просто в хлам а порвало его рейкой рулевой его видать либо когда ставили закрутили вот так вот может быть что-то не сделали но это предположение либо чем-то прижали при вывороте и он попал между рулевой тягой и корпусом его порвало потом начало уже терзать весь сейчас добираемся до хомута который у нас стоит на рейке вот он этот хомут тяга еще живая и снимаем остаток пыльника под хомутом я сейчас немножко помою смазки там ну сюда на наконечник только смазки добавлю а там смазки не должно быть там просто грязи накидало на курино-чинку тяга в течение дня зато синий и на синий в Мазанем сюда литола. И берем новый пыльник. Новый пыльник мы будем оригинально использовать 45535-33050, тоже капроновый. Берем его и устанавливаем. Здесь он садится на свое посадочное место. И поджимаем его хомутом. Сзади мы одеваем его на рейку. Все, на рейку мы его одели. Там мы его ленточным хомутом затянем, потому что в комплекте с пыльником нет хомута. Отдельно его не заказывали. Использовать пыльник. Использовать пыльник. Субтитры сделал DimaTorzok И откусываем конец, чтобы он не висел у нас Все, хомут мы закрепили Закручиваем гайку Сзади у нас должно остаться 9 витков Это в нашем варианте В вашем варианте будет по-другому Столько, сколько у вас Все, 9 витков И закручиваем наконечник А вот здесь нам пыльник Придется хомут снять Поторопился я сзади пыльник одеть Надо было сначала тягу вкрутить, а потом пыльник одевать Вкручиваем тягу Контрагаем тягу И одеваем хомут Все На этом замену пыльника рулевой рейки мы произвели Аналогичным образом мы меняем вторую сторону На этом все Всего вам доброго Спасибо 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 Спасибо